Имеются существенные противоречия. Противоречия заключаются в том, что... Скажите, Матвичук вносила в заявление об увольнении Ташмаганбетова и записи какие-либо? У нее же было написано, да, с отработкой. 14 дней. Кто внес эту запись? Матвичук. Ну, дата-то была... Дата была поставлена на голову. Нет, дата поставлена была на голову. Дописку об обработке, об отработке в две недели носила Матвичук. Ну, да, у нас старшие медсестры сами могут как бы писать, что с отработкой, потому что, ну... Заявление Ташмаганбетова не было этой даты? Нет. Нет. Не было. День написания. То есть заявление об увольнении было дата указана без учета отработки? Без учета. День написания был день увольнения, день написания был в один день. И у вас не возникло вопросов? С этого того, как мне поступило заявление, я не знаю ничего. Мы должны человека уволить и посчитать этот день. По собственному желанию было заявление. В нашем учреждении, конечно, это первый раз. Для нас это было, конечно, еще раз. Когда заявление у нас на увольнение, мы работали очень быстро. Мало ли что. Ну, как-то вот каких-то совсем плохих мыслей, конечно, вообще нет. Может, ну, вы знаете, сейчас я вам тоже не скажу, но... Заявление на увольнение принесла старшая института. Обычно у нас старшая приносит заявление, но... Это полностью за женщину? Да. Но, знаете, как бывает, то есть люди не против. Но после чего нет. Мы все равно послушаем. Не возникло вопросов, как-то... Все с отработкой, все нормально, я поэтому дожду. Здравствуйте всем. Спасибо. Присаживайтесь. 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 Продолжение следует... 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 И это, получается, сотрудник, который будет в отпуск, или тот, кто руководит? Не на период отсутствия бывает, да, в родной медицинской. А в вопросе отделения заведующих все-таки, вот, допустим, вопрос, именно старший медсестра будет в воду, допустим, или гармоничный? Решают как-то, знаете, бывает и назначение, бывает, если на длительный период, на депресс, прям главный медсестра, пишет служебный подписок, бывает от заведующих. То есть мы... Разные ситуации. Разные, да. Да, у нас, знаете, такого нет, что нам поступило заявление уже подписанное в работу, согласованное в семью и работал. Я знаю, а скажите, по поводу заявления, когда поступило заявление, о чем оно было от Таржаном Медландии, и каким образом? Заявление, вы знаете, я просто... Да, я помню, заявление принесла старшая медсестра уже в конце рабочего дня. Вот. У нас в организации, согласно законодательству, мы должны человека уволить и рассчитать этот день. А вот, значит, ну, там как бы не было вопросов, было что-то с отработкой, и все это мы спокойно посчитали. Все это выходило на дату 3 октября, 3 ноября, по-моему. Вот. И, понимаете, в то время очень много людей с реанимацией у нас выходили в ковидные центры, в которых у нас только бы находился. Как бы такое время было, что в основном анестезисты туда требовались. И каких-то таких, знаете, сильно не было у меня сомнений, вопросов, почему-то там и как, ну, как-то вот так. А служение заявления помните? Да, конечно. По собственному желанию было заявление. Да, а какая-то заявление? Да, это было прямо указано 20-го числа, в день принесения заявления. По-моему, октября. 20-го октября, до 20-го года. 20-го октября, в конце рабочего дня, да, мне принесли заявление, на что, конечно, я была удивлена, в плане того, что я как руководитель должна провести свою работу и бухгалтерию отдать этот приказ подписанный, и человеку в этот день должны выплатить. А на что, как бы там была отработка, и старший мистер сказал, что сотрудник, ну, не против отрабатывать все, и даже и не возникло никаких каких-то сомнений, вопросов. А получается, просили уволить 20-го числа? Да, у нее там была дата. Прошу уволить, по собственному желанию, 20-го октября. А с отработкой тогда как? С отработкой пишет старший, с троя, я пишу с отработкой. А получается, это уже не зависит на желание заявления, скажем? Ну, подождите, этот вопрос решается, во-первых, поделение кто в заявлении пишет, вот, а я уже внизу пишу, что именно отсчитываю точно дату увольнения и документы, отдаю на фодпись документы и выполняю свою работу. Ну, подождите, вопрос, почему вы сделали это заявление? Вас не возникли? У меня только то, что как бы было написано не сразу, ну, как... Ну, то, что начало было нам. Да, вечернее время, знаете, я не могу, как бы, при всем моем желании, чтобы человек ко мне подошел и была какая-то, сказали, там, мы же их трудно можем увольнять, ну, не в трех, как деньги заказаны, а минимальные сроки, которые, если какая-то семейная, какие-то семейные обстоятельства, может, по соглашению сторон человек увольняется. То есть вы объясняли причину в нашем институте, почему вы написали заявление? Нет, я... Вы знаете, как бы у меня таких вопросов абсолютно, что почему, прям, не было, потому что прям много до этого у нас входили в ковид, и я просто подумала, может, сотрудники тоже... Ну, как-то вот... Ну, нет, абсолютно, вы знаете, не было ни каких-то, знаете, чтобы что-то полагать, что может что-то случиться, нет. Нет. Скажите, еще какие-то заявления от Жан Паспалевым в Токио, помимо заявления на больнице? Ну, вы знаете, по-моему, был отпуск у нее, до этого у нее был отпуск. Точно я помню, что был отпуск, она вышла, по-моему, где-то в октябре тоже с отпуска. Вот, а так других у нас бывают люди, знаете, пишут и без сохранения оформлять, чтобы не работать, например, с каких-то срочных причин. Нет, абсолютно не было. Не было какие-то изменения, да? А переводи, а может, на другой режим, график или еще что-то, отказ от каких-то стадок и молотников? Нет, не помню. Не помню стадок, да? Не помню. Да. Еще подскажите, по поводу того, что случилось, что уже получается с Шмагометовой, помните, когда вы узнали, или были какие-то химиоприятия, как вы производили специалисты? Нашим учреждением, конечно, это первый раз. Я с 98-го года работала, учреждение для нас, это было, конечно, шум. Мы на этой, понимаете, когда заявление, получается, поступило 20-м, случилось, я так понимаю, по-моему, на следующий день, 21-го, у нас 20-го, мы день в день уже отдали руководителю работы, ну, мы где-то в конце рабочего дня прямо отдали руководителю вот эту работу заявление. И заявление было подписано 20-м числом, у нас был издан приказ, и он пошел на совместование. Потому что мы, когда заявление у нас на увольнение, мы работаем очень быстро. Потому что надо человека рассчитать, но там есть определенный какой-то. Как вы узнали, случившись, то, что вы делали? Мне сообщила главная медсестра. Когда вы сообщили? С утра. С утра? Да, мы непосредственно, потому что работа у нас ведется со старшими, с главной медсестрой. Ну, у нас заявление принимаемое. А что она сообщила? Сообщила, что такое-то случилось в таком-то отделении. Он непосредственно, что погибла Жанна? Да. Может, это я не понял. В 21-м? Или в 21-м, или в 22-м, может быть. Надо честно сказать. Что-то вот прям после написания заявления уже-то случилось. В 21-м, или в 21-м года Жанна вышла на работу. По данному факту составлялись какие-то документы, акты, еще что-то? Вы знаете, сейчас, по-моему, нет сотрудника. Знаете, как акт, это когда человек какой-то правонарушитель, может, или что-то. Человек себя зарекомендовал как бы вообще с хорошей стороны. Мне старший медсестра, телевидение, сказал, что этот сотрудник не вышел. На что я попробовала тоже позвонить. Потому что, думаю, ну, мало ли, знаете, как. Я попробовала ей звонить. Да, я звонила, но я ответила. Я написала даже сообщение. Просила мне позвонить, потому что, ну, знаете, как, когда акты, это уже, ну, как, идет к какому-то заключению в плане того, что может быть другой статье воронения, или что-то какое-то нарушение. Понимаете? Мне не хотелось. Человек очень был всегда как бы нормально и зарекомендовался. Поэтому я попыталась, вот, что, как руководитель могу сделать, я позвонила. Ну, то есть, выйти на контакт. Может быть, человек что-то там, какая-то, не знаю, помощь или что-то. Скажите, Анна Тричок что-то пояснила вам, что у нее платная информация? Она сказала единственное, что она тоже звонила и, по-моему, не, человек не ответил. Получается, она просто просила, ну, вас оставила известно, что она... Да, да, конечно. Потому что, ну, сами понимаете, старшая медсестра, она является и таблищиком. Должна, если человек с утра не выходит на работу, надо как-то все равно до человека дозвониться, узнать причину. Всякие бывают ситуации. А скажите, вот учителя, что Жанна писала заявление, чтобы ее были с 20-го числа, и 21-го она не вышла на работу, у вас графика говорит, что она просто вот не решила, что отработки не будет или еще что-то? Вы знаете, я хотела, я вот почему начала звонить, думаю, что случилось, может быть, ну, если человек не хочет выходить на работу, то может предложить, может быть, без собранения напишет или что-то, ну, потому что семейные, знаете, еще тогда вот это вот великолидные все, мало ли что, ну, как-то вот каких-то совсем плохих мыслей, вообще не возникло. Вам известно в отделении, в котором работало, где-то вы были или у них конфликты с кем-то? Вы знаете, мы просто об этом не можем знать. Мы работаем вне зоны администрации, у нас старшие отсуток туда приходят просто, как бы, ну, с работой, которая именно вот уже в плане оплаты, там подходят, отпусков и так далее. Атмосфера какая-то как в отделении, все мы это в принципе не можем знать. У нас очень много отделений. Работаем, конечно непосредственно со старшими, да, сотрудниками, которые приходят, но в основном старшие медсестры, как бы, потому что они правильщиками являются. Ну, и, Даня Свердорович, я узнала последний вопрос. У нас вам учили, потому что вы работаете на медсестре со старшими медсестрами, а вы мне отвечу, может, это не вывязать? Знаете, в плане работы у меня нет каких-то нареканий, что человек организованный, с работы всегда порядок, можно бы так сказать, как человек, а может, как человека знаем только с хорошей стороны, раньше тоже была медсестрой, и опытный профессионал своего тела. Вот что вам рассказать. Пока на вопросы, прошу вас. Благодаря, если пишу вопрос, вы же? Нет, вопрос. Представитель? Да, у меня есть вопросы. Увы как Рудова Евгения Викторовна, я представитель Туши Маконбетова. Скажите, пожалуйста, по вопросу мне расскажите, как происходило анкетирование сотрудников? Так, анкетирование, да, было у меня в кабинете, раздали анкеты, даже вопросы, я сейчас, вы знаете, вам просто не скажу, потому что были вопросы, я так понимаю, по-моему, писали дальник. Вот, значит, оставались эти все анкеты, передавались в физический отдел, они, я с ними не работала, с этим анкетом. Скажите, сотрудниками кто-то работал, когда они заполняли анкеты? Кто-то предъявствовал? Нет, там абсолютно, вот они у меня в стол приходили, там, три-четыре бывало человека, потому что, ну, все отделение сразу нельзя, режим такой, ну, сами приниматься, реаниматься. И, как-то кто-то быстро заполнил фото, что-то там, сидел, смотрел, ну, кто-то, какие-то возрасты бывало, ну, там, я просто еще занималась ведь и своей непосредственной работой, например, по телефону и все, не было абсолютно никаких каких-то там в моем кабинете конфликтов, чтобы там кто-то там что-то кому-то, ну, не было. Скажите, а это кабинет ваш, еще кто-то работает в данном кабинете? Нет, там только в кабинете в этом начальник делает ответ. То есть это ваш личный кабинет? да, да. По три-четыре человека, да, вызывалось? Знаете, бывало три придет, бывало два как-то вот кто-то доходил со значимой сменой, ну, в таком порядке старались, потому что, по-моему, они до обеда. Я осталась, потому что, знаете, вот моя-то работа основная все равно, я на телефон отвечала как-то вопросы и рабочие были, ну, как-то все это как-то быстро. А сколько по времени проходило, сколько дней проходило агитирование? Дни, по-моему, вы знаете, там, по-моему, у нас еще одно отделение было агитирование, поэтому я сейчас вам не скажу именно это отделение сколько? День или два? То есть за два дня прошло все отделение, прошло агитирование? Может, ну, вы знаете, сейчас я вам точно не скажу, но как-то вот старшая организовала, люди приходили все агитирование. А сколько сотрудников вот в данном отделении младшего медперсонала, среднего медперсонала? Вы знаете, сейчас, конечно, я не смотрела, но, насколько помню, раньше, может быть, 50, с чем-то было, может, 60. это вместе, да, и врачи? Да, наверное, с причем. И врачи, да? Да. Скажите, а вот эти анкеты, они были именные? То есть фамилию писали в работнике? По-моему, писали. Однозначно не было напечатано, но мне кажется, писали. Хотя я не буду утверждать, может быть, я не помню, потому что я с ними не работала, не смотрела эти анкеты. Скажите, а вам эти анкеты кто передала? Юрист пришла, она мне их не передавала, с нами был юрист. С вами был юрист? Присутствовал постоянно юрист. Нет, вы только что сказали, что никого не было, работники приходили, заманивали. А, вы имеете в виду, я думала, что работает кто в этом? Нет, она присутствовала на анкетинге, юрист постоянно присутствовала. И был еще представитель Аккорсоюза, я сразу сказала, вначале. Был представитель Аккорсоюза, она приходила, уходила, юрист Татьяна Сергеевна была седана. А фамилия как? Она в основном, Шичак. Она в основном все это, и анкеты давала все, а я вот как-то своим был просто заниматься. Представитель профсоюза, не успешно. Так, значит, там, по-моему, Картавенко вратильный клан приходила. Правильно ли я поняла, что, когда приходили работники, юрист и представитель профсоюза присутствовали в тот момент, когда заполнялись анкеты? Значит, Татьяна Сергеевна была точна всегда. Юрист отмечался, потому что она тоже человек с отделения, работая с ее, и я постоянно, ну, может, минутную где-то что-то уходила, какие-то вопросы решать. Уточняющий вопрос, заявление на увольнение принесла старшая института. Лидия, а обычно кто приносит заявление? Вы знаете, обычно у нас старшие приносят заявление, но в последнее время я, как бы, прям спрашиваю причину, с людьми разговариваю. это после женщинства? Да, раньше всегда, как бы, на увольнении в основном побывается, отруди принесет, как бы, нам это, знаете, не принципиально, у нас документы есть, вот, и мы с ним начинаем работать. В основном старшие, конечно, работают, потому что они являются старшими, все это контролируют, процесс рабочий. То есть у вас вопрос не появился, почему Матвийчук принесла заявление? Нет, абсолютно нет. А, ну, понимаете, реанимация, нет, не появилась абсолютно. Не понимаем, реанимация, что ли? Ну как, для того, чтобы ты оттуда выйти, все равно сотрудник надо как-то переодеться, они же в таком спецотечном, определенном там. По-первых, блоки, реанимация, в основном, все равно они там, все стерили, соблюдаются, на подрежем, можно соблюдаться, поэтому старшие, как бы, все заявления, вот. Скажите, Матвийчук не просила вас составить акт отсутствия на работе Таши Магомбета? Акт я не составляю, как я его. Нет, вопрос другой. Просила ли вас составить акт? Нет, она пришла, просто сообщила мне, что человек не вышел на работу. Я, конечно, приколдала бы подойти в медический, но я начала звонить. Я посмотрела по программе телефон, я начала звонить, чтобы уточнить, может быть, какая-то помощь, может быть, не каким-то, ну, как бы, я такой лояльный всегда в этом смысле, человек стараюсь, если где-то какая-то нужна, чтобы помощь, могу, обозначенную пришли на помощь. Скажите, у Матвийчука вы выясняли, звонила ли она Таши Магомбетовой? Она, по-моему, сама сказала, что я звонила, человек не ответил. Но она, как руководитель, старший, то есть, от старшинства, конечно, я думала, что ему должно было оказаться сразу позвонить, как человек не вышел. Пока нет, то есть. Ну, так, я подсудила, пожалуйста, его процедуру. Я. Защитник? Есть, пожалуйста, пожалуйста. Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, перед тем, как Матвийчук вам принесла заявление на уволение Таши Магомбетовой, накануне она принесла еще какие-либо заявления в Таши Магомбетовой? Зачем? Нет. Хорошо. Тогда уточню. Поступает ли и проходит ли через отдел кадров, в частности, через вас в данный момент, как исполняющий одержавец начальника отдела кадров, заявление на отказ либо согласие от дополнительной работы? Слушайте, было заявление, точно было. Я вспомню. Поясните про него, когда? Да. Значит, у нас заявления все проходят через отдел кадров. Просто, вы знаете, ну, давно время было, плюс огромный поток очень, потому что у нас полторы тысячи людей. Значит, заявления все поступают, я каждое заявление просматриваю, потом отправляю на подпись главному врачу и мы сдаем приказ. Да, по-моему, сейчас напомню, по-моему, будет. А по-точнее, не вспомните, какое было, когда это было и каких обстоятельствах. Точно было заявление. Документы предоставляли. Сейчас я не скажу точно, с какой даты было. Немножко не смогу сказать, именно, какое время. Там мы все-все документы предоставляем. Да, было заявление точно, я сейчас помню. Мы отвечаем для нас. Вот, насчет заявлений не могу сказать. У нас просто есть определенная коробка, которая для документов всех. Относительно этого заявления у вас возникли, или, пожалуйста, к кому? Потому что, потому что, потому что, вы говорите, что акты об отсутствии человека на ученом месте теоретически один. А у вас, нарушилась подвечу к юристам, по-другому? Да, по-моему, только один. Вы понимаете, когда уже начинается акт свое право, а там идет какое-то завершение, вынесение, ну, в связи с чем там и так далее. Человеку очень был, как бы, хороший работник, и все, и я сразу предложила, давайте позвоним, что случилось, может быть, какой-то семейный общательств, может, не может позвонить, или что, ну, сами понимаете. Вот, это было утреннее время, поэтому мы, я позвонила, человек не ответил, потом, по-моему, у Игорь Владимировна пошла к юристу. Пошла к юристу, потому что по форме, да? Да, 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 потому что, ну, в данной форме, да. Мы целом, послушаем. Пять же, патрус, можете ставить, пожалуйста. Да, у меня есть еще вопрос. Скажите, а вы интересовались, у Матвийчук имелся ли конфликт между ней и Ташмуком Бетовым? Я спросила, знаете, как бы, что-то случилось с Игорь Владимировичем? Нет? Ну, как-то, я вам говорю, не было даже какой-то малейшего какого-то у меня, чтобы я вот именно начала этому человеку трать, ну, прям, денег, звонить, когда заявление. Сейчас я у каждого человека спрашиваю, ну, по крайней мере, спрашиваю, а что, в связи с чем они уходят? Ну, возникло, например, даже вопрос. Просто рабочие, знаете, как ситуация, не связываю. Человеку хоть что-то в улице, а у нас тогда очень много людей поделит, вот именно в COVID одну, да, заработку. Ну, там, видать, лучше упора. Скажите, заявление об увольнении было датой указано без учета отработки? Без учета отработки. День написания был день увольнения, день написания был в один день. И у вас не возникло вопросов? У меня возник, знаете, даже не вопрос, а в плане того, что я просто человек не могу рассчитать, рассчитать этой датой, говорю, а почему увольнение 20-го? Но, знаете, как бывает, человек пишет, даже вот у меня после этого было такое, что люди пишут просто увольнение 20-го с отработкой согласен человек, но знают, что рассчитывается согласно законодательству, да, со следующего дня 14 дней. То есть люди не против. Поэтому здесь вот у меня просто, я говорю, так, все с отработкой, все нормально, я поэтому даже все с отработкой, я посчитала еще, убедилась, дату поставила. Но дата-то была увольнение без отработки? Нет, дата поставлена была мной. Какая дата? 3-е октября с отработкой 14 дней. Со следующего дня я посчитала труд. А в заявлении Ташмаков-Ведовой не было этой даты? Нет, нет, не было. Там какая была дата увольнения? А 20-е число? 20-е октября. В день написания. Ну и еще уточняющий вопрос. Вы-то все-таки выясняли, имели сколько конфликтов между Медведчук и Ташмаков-Ведовой? Вы знаете, нет, я особо не выясняла, потому что рабочая, простая ситуация, принесли заявление на управление. С отработкой, да, с отработкой человек согласен. Я говорю, куда-то может пойти, ну не знаю. То есть как бы у меня не было таких вот сомнений или какой-то ситуации подозрительной, что может случиться несчастное. Понимаете? Поэтому как бы нет. Не возникло вопросов как-то вот. Много людей приносят заявление и пишут и разные даты, я бывает рассчитываю, сама оставлю дату вольнии. Сотрудник согласен с отработкой. У меня нет вопросов, есть ходатайства. Пожалуйста, вопрос чего-то, судимая. Нет. Защитная ситуация. Пожалуйста, Панел Юрьевна, объясните, он как специалист в сфере того, при написании работников заявления о увольнении по собственному желанию. Каким образом оно составляется и как обязан ли работник писать, что хочу, отрабатываю 14 дней. Ну, это все решается в отделении. Нам приносятся уже заявления с датой. Хорошо. Если нет такой фразы, что работник не изъявляет в письменном виде в этом заявлении желание о том, что... В основном заявление что с вами сотрудник пишет. В соответствии с законодательством каким образом потом вы, как специалист по кадрам, должны действовать? Значит, я в любом случае всегда связываю со старшинницей, спрашиваю, человек там точно, я утверждаю, так вот, отработка, да, да, и как бы ставлю, отчитываю 14 дней и встану до туда. В случае, если человек, работник, не желает отработать тот чемпионат с днём, каким образом... Все, кто не хотят, они однозначно ко мне приходят. Приходят? Да, они сами приходят. Потому что, я вам говорю, что я эту ситуацию буду стараться... И еще такой вопрос относительно дополнительной работы. Работники по собственному желанию пишут... Заявление надо работать обязательно, да. Благодарю. Итак, у вас еще вопрос у вас? Вопросов не имеется. Пожалуйста, у вас было подависием. Да, у меня имеется подависием в оглашении показаний свидетеля о том предварительном следствии в порядке части 3 статьи 281 в связи с тем, что имеются существенные противоречия. Прошу огласить показания свидетеля от 2 3 раздела 124-127 в части как раз беседы подсудимой и свидетеля 20 октября 2021 года и 21 октября 2021 года противоречия заключаются в том, что Матвичук просила составить акт и уже именно на основании этого развивалась беседа у свидетеля. Я просто могу не помнить, допросила, до меня она отошла в юристы или после не могу сказать. Ну, даже два показания. Я знаю точно, что я хотела чтобы не составляться, потому что человек зарекомендовал себя с хорошей стороны, хотела решить, ну, может быть, что-то сохранение в крови. Я поддерживаю ваше мнение. Я не возражаю, о вас показания сидеть как честь. Я не возражаю. Значит, Я не возражаю ваше честь. Также прошу еще огласить эти же показания, показания этого же свидетеля, в части относительно заявления о добром работе. Там просто подробнее дата и события оборудовательства оборудовательства. Благодарю. Итак, судово слышать мнение самов плавляет необходимо указаться представителя по типу шоу докторит огласить ее показания свидетеля просмору Александр Юрьевны на то, содержащийся в томе третьем листе 124 и 127 так в части 381 ОПК РФ. Так, достаточно минуты, пожалуйста. Так. ОТОМОРТЕР ОТОМОРТЕР ДОКОРСУ следителя 4 марта 2022 года ДОКОРШИНА была следователем Красного Александра Верина С 8 из проката 9 50 минут Делилась с ней права следителя была подбуждена полотная ответственность по 208 и 37 Кодекс РФ. В части заявления выяснилось следить 19 октября 21 года Непрестудово Забей Энчу Победовы на отказ от дополнительной работы с 21 октября 21 года Данное заявление поступило в Планово то есть было оставлено старшим сельской сестрой Матвейчук в ящике для документов Я не придала этому значения так как часто бывает что работники окажутся в своей урочной работе по семейным обстоятельствам по своему здоровью и так далее Данное заявление было передано на попись главного преча и передано на работу для оформления соответствующего указа Это по правительству стран защитника по правительству представителя Матвейчук звонила ли Анна Адашникова-Бетовой так как я не верила что так могла просто выйти на работу Матвейчук сказал что звонила и Таня берет тупу Я еще раз уточнила Матвейчук может быть Жанн думает что она уже уволена раз заявление указано было дата 20 октября 21 года Матвейчук мне заверила что она vestig знаете необходимости отработки была согласна она Я раньше так же поинтересовалась Матвейчук нет ли между ней иoly ink�ר конфликт и ситуация Матвейчук ответила что конфликта нет Я настояла что бы Матвейчук еще раз позвонила а Джинагретове но она не драла тупу Я сказала чтобы за мной сама позвонила но она еще ответила после чего написала есть сообщение и расп cause перезвонить Спустя время Матвичук ответил, что конфликта нет. Я настояла, чтобы Матвичук еще раз позвонила, но она не дала трубку. Я сказала, чтобы позвонила и сама позвонила, но также не ответила. После чего я написала ей сообщение, чтобы не перезвонить. И спустя время, судя по времени, это было 21-21 года, в 10 часов 14 минут. Далее, Матвичук после этого пошла к юристам, охраняется ад, куда служит работникам на прочном месте. Достаточно еще кто-то в честь? Пожалуйста, все равно. Достаточно? Да, достаточно. Покупящий? Здравствуйте, судебно. Защитник? Вопросы. Вопросы, пожалуйста. Достаточно? Да, разрешите вопросы. Допрашивал следователь, давали такие показания, которые я сейчас спросила. Все верно там написано? Да, все верно. Я просто, может, время прошло. Было, да, там, подачи свидетелей, что было по поводу отказа от работы. Все верно, он красный? Да, да, было с вами сейчас. По поводу разговора вашего, смотреть, что по поводу выхода уезжала на работу? Ну, я скажла, конечно, она сказала, что это отчетно вышло. Почему эти ваши разнообразы произошли в показаниях, которые вы давали тогда и сейчас? Есть чем? Ну, для того времени я просто где-то забыла, может, раньше подошлось все. Ну, абсолютно. То, что время прошло. Да, я думаю, да, конечно. Вопросы больше не отожди. Подерпишу, пожалуйста. Нет, подерпишу. Нет, подерпишу. Нет, подерпишу. Представитель. Да, у меня есть уточняющий вопрос. Скажите, все-таки разговор-то о составлении акта вот с вами конкретно шел, между вами и Матвичок? Я сейчас не могу просто сказать, либо я попросила подойти ее в юридическое отдел, и она пошла составлять акт, либо она после юридического ко мне подошла. Сейчас я немножечко с вами просто задумалась перед тем, что время много пришло. Согласно вашим показаниям, сначала... Значит, эти показания были свежие, там, в каком месте они приглашали, да? Значит, согласно вашим показаниям, Матвичок 21 октября пришла к вам и сообщила, что сотрудница Ташмагомбетова не вышла на работу, и ему нужно составить акт. Вот был такой разговор? Был такой разговор однозначный, да, и был разговор, потому что это положено, если человек не выходит, составлять акт. Скажите, вы-то спрашивали у Матвичок, подождите, зачем все это? Конечно, я предложила, почему я начала звонить, я предложила, может быть, обойтись, потому что, когда я же вам говорю, когда акт составляется, может быть, мало ли какие-то правонарушения или что-то, поэтому я просила, говорю, позвонить, сама звонила, чтобы человек может не без сохранения оформить. А вас-то не удивила настойчивость Матвичок составить именно акт в отношении Ташмагомбетова? Особенно настойчивости положено, вы знаете, есть определенный человек не вышел, либо он говорит причину, либо составляется акт. Но у вас другая позиция была, другая точка зрения? Вы говорили, подождите, зачем все? Да, потому что я человек это знаю, и я понимаю, что если сейчас будет какой-то, может, человек возьмет не без сохранения, спокойно уволится, и все. Но это ваше мнение? Мое мнение было, да. Ну, Матвичок-то для чего акт этот нужен был? Она, понимаете, она как руководитель. После того, как я на звонок не вышла, я понимаю, что сколько ждать, нам же надо этот день как-то проводить. Понимаете, мы же все это виляюсь, исправительные, все подаем, обращенные, надо же как-то его проводить. Да, мне не было, мне никто не ответил, на СМС никто не ответил, на звонок не ответил. Поэтому, конечно, я только оставалась идти вот в юридическое назначение. Скажите, Матвичок вносила в заявление об увольнении Ташмагамбетовой записи какие-либо? Ну, мне же было написано, да, этот, с отработкой, 14 дней. Кто внес эту запись? Матвичок. А я указывала именно уже дату по календарю, по календарю считала, с следующего дня отсчитывала. То есть, я ставила, да. То есть, заявление об увольнении Ташмагамбетовой, дописку об обработке, об отработке в две недели на силу Матвичок? Ну да, у нас старшие медсестры сами могут как бы писать, что с отработкой, потому что, ну, отделение как бы остается, в стульнику ходят, даже работу надо, график менять и так далее. От Ташмагамбетова просила уволить с 20-го числа? Заявление было там 20-го числа, да? Нет вопроса больше. Ну, да, я подсоединяю, пожалуйста, это слово. Нет вопроса. Здесь вопрос, да, с уверенностью, где? Как часто в вашем, на тот момент, когда вы работали, происходили служебные расследования? В частности, в реанимационном отделе? Две карты на эти. Известно ли вам Матвичок? Известны вам какие отношения, Матвичок, с медицинским персоналом? Она, может, в карауру работников, студентов, а роза защищала. Здесь еще вопрос можете. Мы просто не можем в основном, как бы, вы, мы не в отделении, не можем стать. Вам не известно? Нет. Потому что он совсем другим. Там, человек приходит, вот, свою работу делает, либо в отделении, не знаю. Пожалуйста, в стороне еще будут вопросы? Нет, нет вопросов. Итак, вопросов не поступило. Спасибо, что явились. Вы можете остаться. Затем, вы покинете, буквально минуточку, пожалуйста, выясните мнение сторон. Не возражена ваша честь. Нет возражения. Подсудимая. Прочитаем. Спасибо, что вы обозрели. В черном министерстве вы покинете, буквально минуточку, выясните мнение сторон. Займя.